Объяснение электроэнцефалографии сна в свете нашей кипотезы. Исследованию ЭЭГ во время сна посвящено колоссальное количество макулатуры, простите, литературы. Это касается неврозы и эпилепсии тоже. Электроэнцефалографические проявления сна слишком разнообразны и зависят от пола и возраста. Времени суток засыпания, способа регистрации, акклиматизации, характера трудовой деятельности, степени общего утомления, гиподинамии, стрессорных факторов, менструального цикла, беременности, различных заболеваний, принимаемых лекарств и т.д. Фазы сна по разным авторам бывают от 3 до 8. Постараемся объяснить суть быстрого и медленного сна по нашим представлениям. При засыпании корковые нейроны постепенно прекращают функционировать, начинают заряжаться электричеством, киперполяризируются, происходит торможение. По мере насыщения электричеством уменьшается поглощающая изоляционная способность коры. К поверхности мозга пропускаются высокие импульсы. Запись становится высоким дельтаритмом. Это фаза медленного сна. Наступает момент, когда кора насыщается. Прекращаются восходящие потоки электричества. Следовательно, эге волны, будучи отражением межклеточных потенциалов, снижаются. Это фаза быстрого сна. Запись в этой фазе низкая, что обычно на эге означает активная кора. Но эта фаза – момент самого глубокого сна. Поэтому фазу еще называют парадоксальным. Согласно нашей гипотезе, тут нет никакой парадоксальности. Невроз – страшный недуг. Если выраженный, то портит человеку жизнь. Если умеренный, то человек становится политиком и портит жизнь остальным. Эти больные скитаются от одного врача к другому. Клиника заболевания настолько разнообразная, насколько название. Терапевты его называют нейроциркуляторной или вегетососудистой дистонии. Невропатологи – функциональное расстройство нервной системы, невростраха, навязчивых состояний, депрессивный истерический невроз, неврастения, ипохондрический невроз, невротические заикания, тики, расстройство сна, аппетита, энуреза, энкопореза и т.д. А психиатры считают, что их надо назвать посолиднее. Обсессивно-компульсивные, депрессивные, анксезно-фобические, аффективные, психопатологические расстройства. Ну, по сути, это перевод вышеуказанных уже. Адогенез невроза, по нашей гипотезе, тесно связан с повышением внутричерепного давления, которые очень часто встречаются при конвекситальном арахноидите. При этой заболевании затрудняется рассасывание спинномозговой жидкости, повышается внутричерепное давление. В таких условиях, по механизму саморегуляции мозгового кровообращения по типу качели, наступает хроническая гипоксия подкорки. Портится подкорковый аккумулятор. В зависимости от степени и места испорченного аккумулятора, при мурбидного инсталляционного пакета данного мозга наступает та или иная клиническая форма невроза. Кроме поражения биоаккумуляторов, страдают и остальные участки динцефального мозга. Образуется монстр, четырехглавый дракон, венцифальная тетрада, обменные, вегетативные, гормональные нарушения и невроз. Мы проводили видеомониторирование глазного дна, при которой исследуется глазное дно в динамике. Видеосъемки в дальнейшем обрабатываются компьютерами, сохраняются в памяти, для сравнительного анализа в будущем. Известно, что глазное дно дает важную информацию о состоянии внутричерепного давления. Если невроз является следствием длительного повышения внутричерепного давления, то это исследование при этой болезни становится весьма важным. При этом исследовании получаем новые возможности для дифференциальной диагностики истинного застойного соска от неврита зрительного нерва или простого застоя вследствие отека ретробульбарной клетчатки, которое часто бывает при вирусных поражениях. Исследование венозной пульсации и глубины экскавации, что возможно только при видеосъемках, помогает при дифференциальной диагностике. В дальнейшем мы намерены усовершенствовать устройство и произвести стереоскопические видеосъемки глазного дна, которые существенно будут увеличить диагностическую ценность данного исследования. При неврозах картина глазного дна коррелируется с клиникой заболевания. В остром периоде почти всегда на глазном дне бывают перепапиллярные отеки, венозные полнокровие, пульсации, вен и так далее. Изменения редко бывают одинаковыми. В течение ремиссии или в результате адекватного лечения картина застойных явлений проходит. ЭЭГ при неврозах низкая, признак подкорковой слабой электроемкости. Патогенез эпилептического приступа. Гипотеза короткого замыкания. Вблизи больших коммутаторов электричества. По какой-то причине здесь происходит выброс большого количества внутриклеточного электричества в межклеточное пространство. Мозг начинает обесточиваться. Кора перестает функционировать, и сознание теряется. Обесточиваются и моторные пирамидные клетки. Они деполяризируются, то есть раздражаются. Это выражается томическими судорогами. На следующем этапе выброшенное в межклеточное пространство электричества влияет на электровозбудимых нейронов коры обратными векторальными значениями, вызывая клинические судороги. После приступа обесточенный мозг должен задержаться, поэтому больной спит. В зависимости от локализации масштаба короткого замыкания формируется структура приступа. Наши рассуждения требуют досконального изучения и научного анализа. В случае подтверждения представленных гипотез или даже малую часть невозможно переоценить их практическую ценность. Продолжение следует...